Не так много времени остается до горячей экзаменационной поры у славянских выпускников. К этому нелегкому испытанию необходимо хорошо подготовиться. Для этого в Славянском районе решили использовать опыт лучших педагогов. Они занимаются с учащимися выпускных классов дистанционно. Как это проходит и чем полезно для ребят, смотрите в следующем материале выпуска. Для того, чтобы во время проведения экзаменов не возникло никаких проблем, готовиться нужно начинать пораньше. Это прекрасно понимают в сфере образования Славянского района. Не секрет, что уровень подготовки выпускников не везде одинаковый. Он во многом зависит от того, как учитель преподнес свой предмет, смог ли разъяснить все тонкости и найти вместе с учащимися оптимальные пути решения задач. Работа межшкольных консультационных пунктов в онлайн-формате позволяет улучшить качество подготовки учеников. Гораздо большее количество детей мы можем пригласить на одно и то же занятие. И, соответственно, расширились горизонты такой работы. И мы теперь можем охват осуществить гораздо больше, чем раньше. Форма эта, конечно, замечательная, когда самые лучшие учителя в своем предмете дают возможность услышать учителям, которые не достигают таких результатов, а также ребятам, которые нужны ценные советы, важные рекомендации. И, самое главное, возможность услышать комментарий лучшего учителя, который имеет успех по подготовке к государственной итоговой аттестации непосредственно. И это позволяет достичь наилучших результатов подготовки к экзаменам. Один из лучших славянских учителей математики, Юлия Выдрия из 4-го лицея, дает урок для учащихся из 29-й школы Станицы Петровской. Не выходя из своего класса в городской школе, при помощи специальных технических средств она ясно и наглядно преподносит сложную тему, позволяя выпускникам глубже разобраться в ней. Такая форма подготовки очень помогает подготовиться к ОГЭ, так как она дает новые знания и позволяет повторить изученные материалы. Учитель математики из 29-й школы Наталья Мальченко высоко оценивает предоставленные возможности, чтобы ученики смогли как можно лучше подготовиться к будущим экзаменам. В математике много никогда не бывает. И чем больше мы будем работать с детьми, какая бы форма обучения не была, то ли дистанционная, то ли именно вот непосредственно наяву с детьми, она дает свои плоды. И, конечно, вот это задуманное нашими авторами, эта форма подготовки к ОГЭ, естественно, это очень хорошее нам подспорье. Для всех славянских учителей предстоящая экзаменационная пора – это подведение итогов их работы, и они искренне желают выпускникам успеха. На повышение качества образования отлично работают межшкольные консультационные пункты. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Программа «События».